Девушки отдыхают 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 У нас целый мешок подарков! Кто лучше танкует, тот получит подарки! А сейчас, друзья, мы пришли на Крутицкое подворье. Это архитектурный памятник 17 века в Таганском районе Москвы. С 1991 года выполняет функцию патриаршего подворья. Здесь же располагается отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви. История места началась в 13 веке. Сначала тут располагался монастырь, а затем резиденция высших духовных лиц. Крутицкое подворье – это уникальное место, поэтому обязательно приходите сюда. Если вы живете в Москве и никогда здесь не были, здесь вы увидите, как выглядела Москва в те времена. Очень красивое место. Здесь даже сохранилась брусчатка. Ну и, конечно же, церковь идет, реставрация. В общем, это одно из тех мест, которые я хотела увидеть в Москве. Здесь располагаются различные строения. И постройки 17 века. Небольшое место, но действительно очень интересное и красивое. Ну и самое главное, что я хотела увидеть – это вот эти ворота. Они закрыты лесами. К сожалению, идет реставрация. Также этот храм открыт, иконная лавка, сувениры. И вот так вот выглядит. И опять, друзья, мы увидели жениха с невестой. Это к большой удаче. Крутицкий надвратный терем и стена-переход построен был в 1681 году. И именно вот этот вот ансамбль я и хотела увидеть. Но сейчас здесь ведутся реставрационные работы. Поэтому в скором времени мы увидим всю эту красоту в новом свете. Я думаю, что наверх подняться невозможно. А здесь есть вот такая вот табличка еще. Великому реставратору, родителю русской культуры Барановскому. Дворец Крутицкого с 950 по 1984 год восстанавливался под руководством Барановского. И опять идут реставрационные работы. К сожалению, проход закрыт. Есть выход вот здесь. Здесь находится вход на колокольню. Но, к сожалению, он закрыт. И пока ведутся реставрационные работы, мне кажется, прохода не будет. А, кстати, кто из Москвы, пишите, бывает ли открыт этот проход и возможно ли пройтись вот по этой вот галерее. Вот такое вот оно Крутицкое подворье. Небольшое, но очень красивое. С другой стороны можно увидеть архитектуру этого надвратного терема. Вот так вот он выглядит с той стороны. И идет реставрация с той стороны. Значит, нужно будет приехать сюда еще и посмотреть, как это все выглядит после реставрации. Да, для реставраторов здесь, конечно, работы очень много. Потому что кирпич крошится просто беспощадно. Но вот эта вот краснокаменная, краснокирпичная архитектура, друзья, настолько красивая. Она яркая и такая прям теплая. Да, посмотрите, как проседает даже стены, проседают полы. Очень красивое место. А здесь какой-то есть проход. Даже с того времени, видите, остались старны вот такие вот красивые. А здесь проход. И также можно увидеть с этой стороны, как выглядит это здание. Вот такая вот здесь красота, друзья. Кто не был, обязательно приходите. И сейчас мы едем в Измайлово смотреть Измайловский дворец. Думаю, что там тоже очень красиво. А сейчас мы пришли в Новоспасский монастырь. Основан был в XIII веке. Увидели совершенно случайно, идя с Куртийского подворья на метро. И здесь достаточно большой комплекс. Очень красивое место. Основан в XIII веке. Представляете, здесь есть церковь, различные лавки. В общем, тоже такая уже белокаменная, белокаменная постройка. Основанной монастырь находится. Теперь мы находимся. Сейчас мы живем в 1200 годах, в XIII веке. В 13. годах. Давайте живем в XIII веке. Это почти не так. ... ... ... ... ... Читая таки в городе, в городе с декорами. В гостях. В городе. В городе. В городе. В городе. В городе Москва. И основной храм находится с этой стороны. Тоже очень красивое место. Обратите внимание вот на эти интересные окна. Видите, они идут такой лесенкой. Окошки были маленькие, чтобы сохранялось тепло в помещениях, а света хотелось много. И поэтому окна делали вот с такой вот перспективой и больше света тогда проникало в само помещение. Очень много, очень много вот таких вот окошек с перспективой. Ну, кстати, достаточно практичное, очень практичное решение. Но сейчас идем к главному храму. Аплодисменты маленькой, конечно, я задумал. Интересный. Какая мигка. Воспоминание храма, Аплодисменты. Видите, это мигка. Заткал темизировал, почему не так, не так. Не знаю. Да, очень красивый. и и и обещаем и и зрителям также Бонус сейчас мы приехали в кремль в измайлове это развлекательный комплекс новодел на самом деле построен 98 в 2007 годах и найти на территории усадьбы измайлова что же здесь есть интересного деревянные постройки стилизованные под русское зодчество 16 18 веков по состоянию на 2018 год кремль в измайлове состоял из девяти музеев и выставочных площадок кто в москве обязательно кто живет москве кто здесь был обязательно пишите мы приехали когда уже потемнело ну и сейчас будем смотреть что же здесь есть интересного конечно ночью здесь не так красиво как днем потому что подсветки все-таки не хватает в общем друзья приезжать сюда нужно днем потому что вечером очень мало подсветки и очень плохо видно и вот эти вот яркие лампы они мешают рассмотреть все поэтому вечером сюда приезжать вообще смысла никакого нет лучше приезжать днем но теперь я знаю куда я смогу приехать в следующий раз когда буду москве еще раз внизу и наверху расположено очень много торговых рядов в общем мнение у меня никакого пока по поводу этого места нет пишите кто был кому понравилось кому не понравилось а а я приеду сюда еще раз при дневном свете а я приеду сюда еще раз при дневном свете здесь также есть костюм в котором года гагарин летал космос и посмотрите технологии тогда вообще не было и просто тонюшенький тонюшенький костюм вот это были настоящие герои да вот это был ясно-то из веду беда русских военных на полный А теперь мы приехали в Парксаку. И здесь проходит фестиваль ледяных скульптур. Так вот сюда нужно ехать вечером. Мне кажется, днем не все так ярко и красиво. А вечером и ночью здесь лед подсвечен. Все очень красиво смотрится. И, конечно же, настоящее новогоднее настроение. Буковки 2020. И вот такой вот красивый парохой. В парке Сокольники настоящее новогоднее волшебство. Очень красиво. Вот такие вот. Ааааа. Ааааа. скульптур из льда и вот такой вот потрясающий китайские драконище балькарды расцветы вот ноября тошка тошка посередине здесь вот такая вот большая красивая елка и много домиков где также можно купить какие-то горячие напитки хот-доги что-то перекусить и новогодние сувениры путешествие в рождество фестиваль и этот фестиваль разбросан по всей Москве а здесь в центре парка также расположился каток мы зимой всегда катались на коньках дома очень здорово и 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 Настоящий новогодний сад. Ну вот, прошу, куда не ходить. Идите, где кто нас фоткает? Не знаю. Идите, сфоткаем с соленью. Устал очень, устал. Дорогие друзья, на сегодня наши пути, шоссе и поездки закончились. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал и инстаграм. На сегодня мы с вами прощаемся. Очень устали. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.